Здравствуйте! Новости на канале ННТ, в студии Патемат Ханапова. Сегодня в выпуске. Не укладываются в срок. Дагестанские застройщики дольше всех в стране задерживают сдачу новостроек в эксплуатацию. Отдых у воды с комфортом. У Вузовского озера начато строительство сквера. Родила и задушила. 23-летняя жительница Карабутохкенского района ответит в суде за убийство новорожденного ребенка. Подробности в рубрике «Дайджест». Сотрудники ФСБ совместно с МВД пресекли в Дагестане незаконный оборот оружия. Житель Новолагского района Исмаил Ибрагимов задержан с поличенными во время продажи очередной партии боеприпасов. На землю упал! На землю! На землю! Руки, здравствуй! Впоследствии правоохранители провели обыски в домовладении задержанного. Как сообщает Управление Федеральной службы безопасности по Дагестану, на месте было обнаружено большое количество оружия, патроны различного калибра и взрывчатые вещества. В их числе автоматы Калашникова и ручной противотанковый гранатомет. По данным наших источников, Исмаил Ибрагимов является бывшим работником МВД в территориальном органе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы до 12 лет и штраф до 500 тысяч рублей. Дольше всех и чаще всего дагестанские новостройки лидируют по переносу сроков сдачи в эксплуатацию, сообщает Единый реестр застройщиков. Средний показатель по региону составил 2 года и 3 месяца. Это самый большой срок среди всех субъектов России. Как отмечают эксперты, чаще всего это связано с тем, что в республике распространен опыт строительства высоток без разрешительных документов. Влияет на ситуацию и резкое подорожание стройматериалов. В Махачкале началось строительство нового сквера у Вузовского озера. На сегодняшний день проведены работы по планировке территории, обрезке деревьев и установке забора. Также здесь планируется постройка деревянной тропы на сваях протяженностью 150 метров, установка детской площадки и смотровой башни высотой в 14 метров. Это одно из общественных пространств, за благоустройство которого проголосовали горожане. Работа здесь проводится в рамках реализации Махачкалой функции столицы. Первый этап работ мы планируем завершить до конца текущего года. А теперь дайджест коротких новостей в обзоре с Алией Магомедовой. 23-летняя жительница села Какашурак Рабдахкенского района ответит в суде за убийство новорожденного ребенка. Об этом сообщает Следственный комитет республики. Горе-мама родила девочку в душу из своего дома примерно в 10 часов вечера в августе текущего года. Она хотела скрыть этот факт и задушила малышку. На момент преступления дагестанка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Одним из участников массовых беспорядков в Махачкалинском аэропорту «Уэтаж» оказался сотрудник администрации Избирбаша Марат Батырханов. Глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-подходе сообщил журналистам, что Батырханов уже уволен с работы. Кроме того, он проследит, чтобы бывший чиновник больше никогда не занял должность в органах власти республики. Отметим, что в социальных сетях появилось видео, которое и скомпрометировало Марата Батырханова. Два борта МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза в сектор газа. Об этом сообщает пресс-служба Федерального министерства. Помощь организована по указанию президента страны Владимира Путина. Она будет передана представителям египетского общества «Красного полумесяца» для дальнейшей отправки по месту назначения. В состав груза вошли лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы. Американская актриса и бывший посол доброй воли ООН по делам беженцев Анжелина Джоли высказалась на своей странице запрещенной сети Instagram об израильско-палестинском конфликте. Она написала, что сектор газа был тюрьмой под открытым небом почти два десятилетия и быстро превращается в место массового захоронения. 40% убитых – невинные дети. Мировые лидеры, которые не требуют прекращения огня, становятся соучастниками этого преступления, считает звезда мирового кино. Телеканал ННТ продолжает свою постоянную рубрику «Протянем руку помощи». Она позволяет мобилизовать все творческие ресурсы и обеспечить широкое информационное сопровождение нуждающимся в нашей с вами помощи людям. Проект реализуется с ведущим благотворительным фондом Республики Инсан. Очередная история, в которой необходимо участие неравнодушных жителей Республики – в сюжете Тамары Самедовой. Вот у всех у нас есть мечта. У тебя какая есть мечта? Я хочу уходить. Вот моя мечта. Исполнить мечту маленького Сейда мешает его диагноз ДЦП – спастический тетрапорыт с порождением правых конечностей. С рождения, да, у него на третий день случился ищемия второй степени, отек мозга. И вот так еле как он выкарабкался. Ну, в итоге, когда ему было годы и два, нам поставили диагноз ДЦП. И вот с тех пор больницы, реабилитации. Вообще реабилитировать началось с трех лет. Потому что я как бы особо не разбиралась, не знала. Никто ничего такого не говорил, что надо реабилитировать. И вот как я узнала, что так, начало там, тут, сначала по Махачкале, потом начало. Кто-то мне рассказал, что в Челябинске есть такой центр. И мы попробовали туда. Нам очень понравилось. Есть что сравнивать, что здесь, что там. Совсем недавно Саид с мамой прилетели с центра Алмазова, который находится в Санкт-Петербурге. Ему сделали операцию на позвоночник, так как мальчик страдал очень болезненными резкими сокращениями мышц. И вот мы по Коте поехали в Питер. Сделали эту операцию, альхамдулла. Правда, тяжело отходило от наркоза. Операция длилась 4 часа 25 минут. Почти 5 часов длилась операция. Альхамдулла. Ну, Саид – мужественный мальчик. Мама Саида Загра вместе с мужем воспитывает троих детей. Финансовое положение семьи оставляют желать лучшего, как и жилищные условия. Дорогие братья и сестры, я вас очень прошу, кто сколько может, помогите нам, пожалуйста, пройти этот курс реабилитации в городе Челябинск. Ладошки подели, но я собрался, подготовился и вырубился спать. И спать. А что ты доктору говорил перед операцией? Меня доктор не говорил. Ну да, перед тем, как тебя усыпит. Ты же мне рассказывал, что ты ему говорил. Я ему сказал, доктор, вылечите меня, пожалуйста, и мне помогите на ноги стоять, пожалуйста. Для улучшения здоровья ребенку нужна постоянная реабилитация. А это стоит немалых денег. Одна надежда на поддержку неравнодушных людей. Инсан открывает сбор для Саида в размере 500 тысяч рублей. Для того, чтобы принять участие в акции, достаточно будет перечислить любую желаемую сумму, перейдя по QR-коду, который вы видите на ваших экранах, или через мобильное приложение благотворительного фонда. Тамара Самедова, Магомед Магмедов. Новости. Нанте, Махачкала. Анализ, мнение и фетвы мусульманских ученых мира. Текущую ситуацию в Палестине обсудили дагестанские алимы в богословской конференции, которая прошла в муфтиате республики. Встречу возглавил духовный лидер региона Шейх Ахмада Фандия. Во время обсуждения каждый имел возможность выразить свою позицию. Ученые пришли к выводу, что события в Палестине для дагестанского народа не являются джихадом из-за отсутствия надлежащих условий. Однако погибшие там люди, которые защищают свою родину, являются мучениками за веру. Полную версию богословской конференции смотрите на ютуб-канале Муфтията Дагестана. Тем временем в селении Аксайх из Абертовского района прошел вечер знаний. Богословы говорили о воспитании детей в исламе, о благом нраве, а также о последних событиях, происходящих в мире. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе, описывая сегодняшнюю нашу ситуацию, именно вот та ситуация, в которой мы находимся, говорит, юшикул умаму антада алейкум, кама тада аль-акалату и ла-касаатиха. Посланник Аллаха говорит, наступит такое время, когда все общины, заблудшие общины, они будут набрасываться на вас, кама тада аль-акалату и ла-касаатиха, как едоки, как люди, которые собрались вокруг трапезы, они приглашают, взывают других людей к этой трапезе. Подобно тому, как люди, которые собрались за столом, они приглашают к этому столу других людей, таким образом, говорит, будут на вас набрасываться аль-умам, общины, общины неверия. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. В студии была Патемат Канапова. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова